Ее прозвали «Черной пантерой» из-за непростого характера и грациозной кошачьей походки. Наоми Кэмпбелл прославилась не только красотой, но и буйным нравом. Обуздать эту дикую кошку смог лишь российский миллиардер Владислав Доронин. Рядом с ним топ-модель казалась спокойной и милой. Однако спустя пять лет пара рассталась со скандалом. Почему же бывший возлюбленный решил подать на нее в суд? Как Наоми удалось стать мамой в 50 лет? И кто теперь владеет ее сердцем? Об этом и многом другом вам расскажет канал «Истории со всего света». Наоми Кэмпбелл впервые вышла на подиум в 15 лет. И с тех пор ее карьера всегда шла лишь в гору. Много раз ее называли одной из самых красивых женщин мира, а самые богатые и успешные мужчины всегда были у ее ног. Слава и деньги вскружили голову молодой модели. Наоми могла без угрызений совести оскорбить своих помощников, а иногда и вовсе кидалась на них с кулаками. Как-то раз она швырнула телефоном в горничную, а однажды и вовсе напала на полицейских в аэропорту из-за потерянного чемодана. Дерзкие выходки не сошли ей с рук. Несколько раз ее штрафовали, приговаривали к общественным работам и даже давали условный срок. Наоми Кэмпбелл не могла сдерживать свой темперамент не только с персоналом, но и в личных отношениях. Ее первый серьезный роман случился в 17 лет с чемпионом по боксу Майком Тайсоном. Они были влюблены друг в друга, но чувства быстро угасли. Ведь спортсмен часто изменял ей и вел себя очень грубо. Наоми также приписывали романы с танцором Хоакином Кортесом, Сильвестром Сталлоне, бас-гитаристом Юту Адамом Клейтоном, актером Робертом Де Ниро и даже принцем Альбертом. Но ни с кем из них у модели так и не сложились отношения. Из-за неудач на любовном фронте она пристрастилась к запрещенным веществам, а потом проходила долгое лечение. В 2008 году на вечеринке журнала Vogue Наоми познакомилась с российским олигархом Владиславом Дорониным. Это была любовь с первого взгляда. Парочку видели вместе в разных уголках земли. Ради черной пантеры Доронин оставил жену с ребенком, а Наоми остепенилась и бросила вредные привычки. Миллиардер осыпал ее дорогими подарками и даже переписал на ее имя дом на Рублевке в форме космического корабля за 9 миллиардов рублей. Ради новой любви модель была готова переехать жить в Москву и обвенчаться по православному обряду. Спустя три года после знакомства у них и правда состоялась помолвка. Однако до свадьбы дело так и не дошло. Еще пару лет спустя пара объявила о расставании. Конечно же не обошлось без скандалов. Бизнесмен и топ-модель то и дело предъявляли претензии друг к другу. Спустя несколько лет после разрыва Доронин начал судебный процесс против бывшей возлюбленной. Он заявил, что Наоми не отдает ему что-то ценное на сумму около трех миллионов долларов. Модель не стала терпеть обиду и поддала встречный иск. Причем с таким же запросом. Якобы миллиардер тоже не отдает ей что-то ценное. О чем именно идет речь неизвестно. Но общие друзья пары говорят, что все эти иски для них лишь игра и способ помириться друг с другом влиянием. После расставания с Доронином Наоми было уже далеко за 40. Она продолжала много работать и все еще мечтала о большой любви. Но годы шли и никто уже не мог подумать, что она однажды все-таки станет мамой. А в 50 лет неожиданно для всех топ-модель вдруг заявила, что у нее родилась дочь. Малыша скорее всего выносила суррогатная мать. Ведь за месяц до этой новости Наоми выходила на подиум и никто никогда не видел ее беременной. Поклонники до сих пор гадают, кто же отец ребенка. Но топ-модель не спешит раскрывать его имя и держит личную жизнь в секрете. Друзья берегут ее тайны, но намекают, что у черной пантеры наконец появился возлюбленный, который живет вместе с ней в США. С годами характер Наоми стал гораздо мягче и она выбрала, пожалуй, самое подходящее время для материнства. Было интересно? Тогда подпишись и поставь лайк.